Я довольна. Ну, сколько заработала, столько и получаю. Что, довольная, недовольная? Я еще не на пенсии, но пенсией я недовольна. А как вы считаете, государство вам платит достойную пенсию? Ну, желательно. Нет, конечно, нет. Что вы думаете о нашем поколении, о молодежи? Они увидят свою пенсию? Я даже боюсь о нашем. А стоит ли нашему молодому поколению надеяться на пенсию? Нет. Вопрос такой. Вы довольны своей пенсией? Я довольна. Довольна. Вы считаете? У меня было две пенсии, теперь я на одной пенсии. Дед умер. Но у меня 80 с лишним. Мне хватает. А вы считаете, вообще, государство платит достойную пенсию? Я считаю, да. Если у всех по 80, жаловаться просто грех. Я даже позволяю себе роскоши. И даже на черный день пытаюсь отложить. Но поскольку внуки дети есть, не всегда удается. Как вы думаете, наше новое поколение молодежи, они увидят пенсию? Похоже, что нет. Вообще-то мы-то ведь работали на мизерной зарплате. Нам хватало только от зарплаты до зарплаты. Поскольку я это время пережила, я знаю, что сегодняшняя пенсия меня устраивает. Ведь все-таки хоть что-то, хоть на подарки что-то у меня теперь остается. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо нашему Назарбаеву и правительству. Хорошо. Спасибо. Ну, сколько заработал, столько и получаю. Что, довольная, недовольная? Нет, ну вы считаете, что государство вам платит достойную пенсию? Ой, не могу на это ответить. Нет, по-моему. Маленькая пенсия. Если не секрет, сколько вы получаете пенсию? Со всеми добавками 56. Это еле хватает на жизнь? Да, это еле хватает на жизнь. Коммунальные услуги заплатить. И на хлеб, соль. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Вы бы не могли ответить на простой вопрос. Вы довольны пенсией? Я еще не на пенсии, но пенсией я недовольна. Не работаю. А как вы считаете, наше государство платит достойную пенсию? Да и нет вроде. Вы надеетесь на пенсию? Нет. А стоит ли нашему молодому поколению надеяться на пенсию? Нет. Нет. Вы довольны своей пенсией? Ну, относительно, да. А как вы считаете, государство вам платит достойную пенсию? Ну, желательно. Нет, конечно, нет. Мы рассчитываем побольше. Потому что стаж большой, всю жизнь работали. Поэтому хотелось бы, чтобы побольше была пенсия. А как вы думаете, наше новое поколение, оно увидит пенсию? Ну, это время только покажет. Никто не может на этот вопрос точно дать ответ. Ну, наверное, вряд ли. А как вы восприняли вообще пенсионную реформу? Пенсионную... Ну, расстроились, конечно. Расстроились. Считаете ли вы ее справедливой? Нет, конечно, нет. Нет. Хорошо, спасибо. Слава КПСС. Нет, вы считаете, государство платит достойную пенсию? Денег всегда не хватает. Ну, вы своей пенсией довольны? Я успела советскую заработать и немножко казахскую пенсию. А те, кто только на советской, 45 тысяч. Будешь довольна. Месяц проживешь. А как вы думаете, наше поколение, оно получит пенсию, увидит пенсию? Политик, грязная вещь. Сомневаюсь. Вы считаете, наше государство платит вам достойную пенсию? Ребята, я заслуженный художник Казахстана, деятель литературы и искусства. У меня пенсии 75. На что хватает? Сами подумайте. Если бы детей я не беспокоила, если бы чуть-чуть картины не продавались, я не знаю, как бы выжить невозможно. А каково ваше мнение, как сейчас живут пенсионеры? У которых есть дети, у которых в руках какое-то дело, живут нормально. Те, которые не имеют, они не имеют. Увы, пенсия даже есть. А что... Тысяч 40, это как можно, когда за квартиру 30 отдашь? А что вы думаете о нашем поколении, о молодежи? Они увидят свою пенсию? Я, Балам, я даже боюсь за наших. Все работают как-то... Они работают и не отмечают там... Серая касса. Фонд этот какой-то неправильный. Это ужасно. Ужасно, я не знаю, как будут жить. Но кто-то какие-то себе делает левую, не левую, а какую-то самозанятость. А если нет самозанятости? Это же тяжко. Вот тяжело, ребята. Но тем не менее, солнце светит. Вот рюк скоро расцветет. И у нас много трав диких, и много плодов в горах, в лесу. Ну, в конце концов, прожить можно. А потом люди и добры друг другу. Как-то помогают. Друг другу помогают. Поэтому все-таки у нас в стране, дай бог, чтобы так продолжалось отношение. Просто в западных странах Европы люди могут, пенсионеры могут позволить себе поехать куда-нибудь отдыхать за границу в теплые, жаркие страны. Вы когда-нибудь могли бы подумать, что на свою пенсию можете позволить нечто подобное? Мои родители, они учителя оба. Папа инвалид войны был отечественный. Мама заслуженный учитель. И они могли поехать в Крым по Союзу. Вот тогда это за границу не больно? Да так они с подарками поедут в Калубу к тете. Подарки привезут. Месяц там прогуляют. Приедут, а у них новая пенсия ждет. Никаких затрат. То есть при Советском Союзе пенсия была более справедливой? Конечно, безусловно. На все хватало той пенсии, когда мои родители были пенсионерами. Сейчас родителей нет. Не самой 72 года. А как вы думаете, в Казахстане когда-нибудь наступят такие справедливые времена, когда будет достойная пенсия? Хочется думать. Хочется думать. Но люди у нас сами по себе хорошие. Но, смотрите, все элитными домами, все наши зоны отдыха забиты. Поймы рек, что с ними сделали? Там асфальт. Хотя туда-сюда воздух должен циркулировать был. И у нас бризы пять раз за сутки проходили раньше. А сейчас я не знаю, как. А ведь почему? Ну почему так не запрещали? Почему сейчас пройти? Вот пенсионеры те же погулять. Вот рядом у нас же чудесные места. Они не могут. Они не могут, потому что кругом застроены, кругом какие-то захвачены территории, огорожены. И никого там нет. Частная земля. Туда нельзя частная, сюда нельзя частная. Вот так делается. Это несправедливо. Кто стоял у этой дележки, ну должны были оставить вокруг города свободные земли. Это же нормально. Это правильно и справедливо. Это для всех. Ну почему-то... Ну сами знаете почему. Что говорить об этом? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok